Я приглашаю на сцену одну из своих первых учениц, выпускницу клуба «Самодельные песни надежда». Актрису театра и кино Улья Красько. Это огромное счастье, что можно сказать спасибо. Обнять своих педагогов, своих родителей. Иди вперед дальше учиться. Владимир Маяковский. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Значит кто-то хочет, чтобы они были. Значит кто-то называет эти маленькие плевочки жемчужиной. И надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему железную руку, просит, чтобы обязательно была звезда клянется, что не переживет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный, но спокойный, наружно, говорит кому-то. Ведь теперь тебе ничего? Не страшно? Да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Значит это необходимо, чтобы каждый вечер над крышей загоралась хоть одна звезда. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Но не только в этом дело, а еще и в том, что по небу ходит кто-то, эти звезды зажигая. Чтоб до самого рассвета им гореть, едва мигая, кто не знаю, но предполагаю, что брутит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит. И чиркнет спичкой, а граньок зажжет зеленый, и заторопится все дальше, дальше, дальше. И так всю ночь брутит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит. Фитиль подрежет и нагар щипцами снимет. А если теплышко замутится, он протрет его мягким фонарьевым мускутком, чтобы звездочка сияла до рассвета, чтобы звездочка сияла до зари. А еще у него есть одна забота. Следить, когда пойдет дождь, чтобы фитиль не отсырели. А еще вы, наверное, думаете, что когда падает звезда, у фонарщика сразу убавляется хлопот? Ничего подобного, потому что тут же на ее месте рождается новая. Просто до поры до времени ее не разглядеть невооруженных глазами. И поэтому брутит маленький фонарщик от звезды к звезде. Новорожденные звезды, он из леки поливает. Вы мне скажете, я вру, и так, конечно, не бывает. А вы возьмите телескоп, только очень хороший телескоп, посмотрите сами, и вы увидите, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот огоньце голубое отворит. И черкнет спичку, огнем зажжет зеленый. И заторопится все дальше, дальше, дальше. А ведь когда-то был высоким этот маленький фонарщик. Был высоким, был ужасно, долго вязан, Таким, что лисенька ему не нужна была. Но, увы, от ночи к ночи уменьшался раз за разом. Может, скоро и совсем от него ничего не искать. А все потому, что есть у него одна привычка. Спичка, он чиркает и подметки своего башмака. Странно, при этом подметки остаются совершенно целыми, А уменьшается сам фонарщик. Ну, пусть немного всего, ну-ну-ну-ну-ну-ну, А ну, как будто там миллиметр. И все же, и все же, говорят, дело вовсе не в этом, А в том, что в каждой звездочке он отдает частицу самого себя. Но это же страшно! В каждой звездочке хотя бы частицу себя. Вот уже против маленьких воначьих От свисты к свисте. И когда его мысль станет, Что же люди будут с нами в небе добрыми руками? Кто затебрит это пламя? А вы улыбаетесь. Вы-то знаете, что никакого фонарщика нет. Что все это ядерные процессы, Распад, синтез, Поделение колоссального количества энергии, Миллионы веков, Миллиарды световых лет, И бесчисленное количество вселенных, Которые разбегаются, 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 И уже собраться, Если только за дело не возьмется. Маленьких воначьих 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 воначьих. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ